привет друзья меня зовут назар давыдов человек которого нужен особенно в турции вы у меня уже спрашиваете большом количестве всевозможные вопросы которые вам полезны я с недавних пор решил сделать такую практику отвечать на ваши вопросы вот подобных видео к слову каждое воскресенье в 1100 на моем канале проходит трансляции где вы можете прямом эфире задать те ледные вопросы ну а здесь я отвечу сейчас на те вопросы которые в прошлое воскресенье не смог ответить для того что время все-таки не резиновая и так усаживайтесь поудобнее и я надеюсь что будьте вопросы которые будут полезны и вам и так поехали пишет нам фантас мам спасибо за красоту а вот интересно какой поток китайцев данное время в каппадокии ну исходя из данных по 2019 году китайцев было очень много и не вижу никаких предпосылок чтобы их в этом 2020 году стало меньше поэтому друзья бронируйте все заранее чтобы могли покататься на воздушных шарах посмотреть все красоты которые есть в этом краю и комфортно отдохнуть ну а что касается воздушных шаров вода смотрю а еще есть места так что приезжайте назар привет скажи что там в турции сейчас происходит а то наши пропагандоны подняли шумиху якобы турки негативно из-за сирии к русским стали относиться можешь прокомментировать может что-то пресса пишет ну что сказать олег дело в том что все нужно делить на двое когда говорит наша пресса а сейчас думаю даже на в 10 раз надо все это поделить на что ну но взрослые люди добрый день а что с сезоном 2020 года не повлияет ли обострение между турцией и россии из-за сирии три вопроса угрозы есть или нет кладбище громят или нет друзья но вы же взрослые люди нет кладбище не громят к русским относятся хорошо ну давайте попробуем логически разобраться смотрите даже когда в 2015 году были обострены между нашими государствами никаких здесь трений не было потому что все прекрасно понимают что это проблема другого порядка не касающийся граждан и уже много семей которые имеют детей выросших в турции имеющих русские корни и много смешанных браков вообще в турции нормальные люди которые не пытаются сделать там прежним какую-то там плохую жизнь вот они сами хорошо живут и другим тоже с радостью это дают если вы конечно не вторгаетесь в чужой монастырь со своим уставом и начинаешь там говорит что вот это у них плохо то плохо они очень любят свое государство чему кстати стоит пока мне кажется получится анна арсенова я слышала что в турции онкологию лечит бесплатно если так то большой респект а вот что касается с помощью соотечественникам я поддерживаю полностью но к сожалению финляндия тоже так обстоят дела что касается лечения онкобольных скажу так для местного населения действительно это бесплатно но а приезжие естественно должны за это платить но и тут хочу сделать пометку важную о том что очень здесь распространен медицинский туризм сюда приезжают отдыхать и лечиться граждане со всего мира приезжает даже из америки даже из европы потому что здесь высокий уровень сервиса хорошая погода можно отдохнуть как вы понимаете горы моря и есть большое количество очень высококвалифицированных врачей которые работают со всего мира ну а не секрет то что стамбул является фактически столицей по пересадке волос да очень много происходит подобных операций и успешно ну а что касается других всевозможных очень серьезных операций то это думаю может быть отдельное видео снять напишите в комментариях если интересует то сделаны такое теперь по поводу второго вопроса тут она оперирует к видео в котором я говорил о том что русскоязычные сограждане плохо помогают друг другу есть такое мнение что из-за всевозможных чувств связанных завистью или созлобленностью и люди которые еще не перестроились после переезда вот стучат откровенно в полицию на своих сограждан и мягко говоря не помогают об этом можно спорить но как мне кажется факт остается фактом такие моменты существуют я призвал в одном из своих видео помогать друг другу быть добрее вот это мое название получила подтверждение от анны она сказала что до знакома с этим и в финляндии я так понимаю что она там живет такое тоже происходит у меня отец живет стокгольме и тоже говорил что встречался с подобными явлениями к сожалению надеюсь что мы сможем вместе переломить это так что будьте добрее друг другу и помогайте а нас к пишет или агноз дают ли по бнж семейному шенгенскую визу друзья дело то что вид на жительство это один документ а виза это совершенно другой документ поэтому вы обращайтесь либо визовый центр и либо в единое окно которое есть во многих государствах или же ваше консульство там вам все разъяснят и думаю что это будет не так сложно как многим кажется если вас интересуют какие-то вопросы не стесняйтесь брать в google информацию как говорится таких случаях google вам в помощь и вы все узнаете добрый день назад что вообще происходит со студиями в махмут лари строить для студии и какая плюс-минус примерно цена во-первых сразу оговоримся что такое студия студии это не один плюс один не два плюс не три плюс один а просто маханькая квартирка не имеющая спальной комнаты в отличие от один плюс это значит одна спальная и кухня она же еще одна комната у нас бы назвали ее двухкомнатная квартира так вот возвращаемся к вопросу что вообще происходит со студиями строится ли они если они в наличии потому что это должен быть самый бюджетный сегмент и я понимаю таких запросов достаточно много но давайте со всем разберемся друзья это у нас курортный край согласны согласно вижу ты год важно и море и горы застройщик подумал рассчитал и понял что выгоднее строить квартиру начиная от 1 плюс 1 потому что кухня коридор есть в каждой квартире за них никто отдельно не платят а вот метраж в спальных комнатах это уже совершенно другая история и надо будет тут гением чтобы понять что выгоднее строить квартиры и продавать один плюс один и два плюс один и три плюс один ты год студии действительно есть их мало почти новые не строят тем более в прибрежной зоне поэтому бюджетные варианты советую начинать отсматривать начиная от 35 тысяч евро или же примиряться к более большим квартирам уже с беспроцентной расстрочкой такое тоже возможно в любом случае если возник такой вопрос напишите мне на почту назар . давыдов собачка gmail.com и я с удовольствием отвечу на каждый ваш комментарий обещаю так что пишите спасибо большое за то что пишите и я с радостью отвечу на все ваши вопросы пишите дальше итак добрый день недвижимость в цене поднялась очень в турции это вызывает и беспокойство я так понял варвары действительно друзья цена на недвижимость в анталийском регионе растет и тому есть много всяких причин не будем на них останавливаться это наверное тема для целого видео если опять таки вам интересно напишите пожалуйста в комментариях я на этот реагирую и сниму видео а цены сейчас стали гораздо больше расти даже чем год назад и отслеживаю все ценовые колебания и если раньше цена расслабит на 45 процентов то сейчас даже можете сами зайти на сайт сахи бенден там отслеживается как мне кажется но едва ли не четче всего из-за курса продажи на рынке недвижимости квартир и подбивается все это в единую статистику ты вот там можно заметить что цена выросла где-то на 20 процентов до цена растет все получит бнж за аренду объяснюсь этот комментарий был к видео которое призвано было обозначить то что в турции изменилось законодательство касательно продление вида на жительство в частности по аренде и вот наступил 2020 год эти изменения вступили в силу потому что закон есть но честно скажу я с этим еще пока сам лично не сталкивался но слышал что отказы на эту тему были если вы подаете на продлении вида на жительство на основании аренды и это является вашим основанием вам скорее всего откажут напишите в комментариях если конкретные отказы по этой формулировке мы все будем вам очень благодарны вы пишете очень много вопросов связанных с работы рассмотрю один из таких добрый вечер ассаляму алейкум алейкум ассалям назар я мастер декоратор по созданию искусственных скал пещер водопадов а также оформление бассейнов парков детских парков со скалами горками работа редкая творческая опыт большой мне 44 года я из дагестана махачкала кавказ язык дается легко потому что по национальностью я кубы очень сходить да и выучить не составляет особого труда если можете помочь или направить на тех кого заинтересует моя вакансия буду очень благодарен мой инстаграм и так далее друзья ну во первых скажу что вы кузнецами своего счастья и надо активнее рассылать свое резюме мой совет делайте резюме и рассылайте везде где можно где-то да и будет какой-то фидбэк то есть отклик у меня очень много друзей с кавказа и я знаю неподнаслышки что они находят себе здесь работу и многие сюда переехали так что добро пожаловать что касается вашей редкой профессии росу я думаю что это будет востребовано особенно обращайте внимание на застройщиков хорошие специалисты везде нужны поэтому стучите и вам откроют пишите рассылайте свои резюме и мне кстати пришлите свое резюме я постараюсь тоже посодействовать всем рекомендую напишите свои резюме и рассылайте везде где можно и мне в частности назар давыдов работа собачка gmail.com пришлите свое резюме и я тоже постараюсь своим друзьям партнером разослать его и надеюсь что смогу вам таким образом помочь так что ищите работу и найдете все кто хотят найти работу они ее здесь находят к достаточно часто меня спрашивают по поводу недвижимости она и понятно очень важный аспект люди покупают себе недвижимость для того чтобы жить или сдавать ее и это не дешево стоит и на этом пути можно встретиться с большим количество всевозможных вопросов проблем и так далее я через этом прошел знаю не понаслышке как бывает обидно когда платишь свои кровно заработанные деньги за это получаешь не пойми что и потом еще понимать что тебя обманули это неприятно поэтому с радостью отвечу каждому на вопрос касательно недвижимости из-за того что я прошел это и те ошибки которые я совершил хочу чтобы вы их не совершали избежали этого и так очередной комментарий от елена неделька звучит таким образом здравствуйте спасибо за видео мы думаем переехать в турцию и нам интересно недорогие варианты думаем по поводу того чтобы приобрести два жилья вместо одного интересно было бы посмотреть дешевые варианты квартир в час и частных домов возможно не близко к морю спасибо друзья этот вопрос достаточно часто звучит многие хотят естественно получить максимум за минимум денег она и понятно но надо тоже смотреть правильно глаза что цены растут и на данный момент сейчас я предлагал бы рассматривать бюджетное жилье от 35 тысяч евро цены растут и не факт что через какое-то время это цена еще увеличится поэтому надо смотреть правильно в глаза и 35 тысяч евро это та цена которая соизмеримо с пониманием бюджетного жилья здесь в логийском регионе при таком ценовом диапазоне вы сможете и сами комфортно жить и сдавать эту квартиру в аренду но не забывайте что для этого у вас должны быть все разрешительные документы соответствующие лицензии если есть вопросы пишите мне на почту назар . давыдов собачка gmail.com с удовольствием проконсультирую поэтому тонкому вопросу чтобы вас не оштрафовали спасибо огромное за то что пишите мне свои комментарии я из них узнаю какие темы вас интересуют и снимаю видео поэтому я уверен мы с вами сможем найти те темы о которых никто не говорит о которых никто не показывает но которые так нужны каждому кто хочет приехать в турцию спасибо большое всем хорошего отдыхайте радуйтесь и приезжайте в турцию на связи